Добрый день. У вас что-то свет сильный. А я этот самый, священник, здравствуйте. Вы уберите ощущение, у вас лицо не видать, только белое пятно. Хорошо, подождите тогда чуть-чуть. Всем отключите его лучше. Свет включу. Сейчас. Так меня лучше видно. Ну маленько получше, а то совсем не видно было. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Так, слушай, говорите. Вот это самое я хотел бы у вас спросить насчет Града Китежа. Есть такой город, Град был. По преданию он исчез в озере. Ну там... Так, понятно, время не тратить. Исаак Ютон говорил, гипотез не сочиняю. Дальше. Понятно. То есть не нуждаемся в этом. Златоуз говорит, бреди пьяных старух. Да, понятно. Переходим к следующему вопросу. А что? Ну, я не знаю. Вот я насчет этого хотел спросить. Я вам ответил. Больше ничего не будет. Было, не было. Утонул, ничего не было. Понятно. Ну все тогда. Рад был вас видеть. Ничего нету у вас больше, да? Ну я вот этот самый посмотрел по интернету, вот про Град Китеж, вот заинтересовался, думал, хотел узнать, что вы думаете. Зачем вам он нужен? О нем думать. Один монах пришел к Арсению Великому, в пустыню-то. Ну он пришел, давай задавать ему про Град Китеж, там про разные, к примеру сказать. А он сидел, молчал и ни одного слова не сказал. Ну вот тут посидел монах, там к нему дня три шел через пустыню, слышал, что он очень мудрый. Вопросы задать-то. Интернета-то еще не было. Ну он пошел, а брат, который там прислужил, Арсению Великому, пошел провожать. Он такой печальный, говорит, такую даль, шел, говорит, он ничего не ответил. Он говорит, ты подожди маленько. Он побежал обратно и говорит, очень брат-то пошел огорченный, чтобы мы не ответили. Так он, говорит, что спрашивал меня, там о Китеже, утонул там, о небесном. Я, говорит, этого не знаю. Это и к спасению относится. Если бы спросил, как с грехами бороться, я бы ответил. А он пришел, передал, так мне это и надо. Говорит, ну иди, спрашивай теперь, теперь он ответит. Спрашивать надо то, что необходимо нам, чтобы перейти эту жизнь и вдоль печали, и войти в Царство Небесное. Вот что главное-то. Все вопросы об одном должны быть. Как прославить Христа на земле? Как соединиться с небом, чтобы существования были у нас, как во Христе Иисусе? Слава Христу! Слава Христу! Слава Христу! Ну, так. Ну, вот по этой теме давайте вопросы. Ну, в общем, что, Игнат Тихонович, я вот хотел про город Китеж спросить. Ну, все, в общем, понял, все вот. Рад вас видеть был, в общем. Ну, вот так. Если что, если что-нибудь еще... Не, раньше, чем через месяц, если вы пометьте, пометьте... Конечно, конечно. Раньше через месяц-то никак. У меня времени совсем нету. Конечно. Ну, если ничего нету, желаю лучших благ вам. И вам также. Слава Христу! Слава Христу! Ну, вы где живете? В каком городе? В Минске. А, в Минске, да. Ну, все, с Богом. И вам так же. До свидания. До свидания. Подожди, я выключил. Так, я выключил. Ага, все. Он не выключился? Он не выключился. Никак не выключился. Где что-то? А, вот, все. Все. Вот он. Сошел с дистанции. Интересно, сейчас только смотрел. Вот вы выставили ролик. 2016-й. Москва. Рождественские чтения о богословских воззрениях. И.Т. Лапкина. И.Т. Лапкина. Его практики общинной жизни и миссии. По материалам сайта «Восвете Библии». Я сколько послушал, столько прибавили, чего я не говорил. И не думал даже об этом. Откуда что это берут? Вот. Ну, многое взято отсюда. Тут Дудин, видимо, автор этого. И где? Практика, Москва, рождественские чтения. Притом новое. Это вот оно. 25-27 января 16-го года. Я даже и знать про это не знал. Спал спокойно. Оказывается, там люди интересуются нами. А я то и думаю. У меня в среднем так заходили на форум 230 человек. И вдруг в один день, вот 26-го, кажется, января, 600 человек в три раза увеличилось. А они мне нагоняют рыбу в небо-то. Я тут ходил, ребятам, что это сделалось? Откуда 600-то человек-то? Ну и сразу интерес у людей поднялся и все. Я благодарю всех, кто участвовал в этом. Ну а где? Что сказали, там это прибавили. Ну, по незнанию, там, или по хитрости, по злоумышлениям. Да просит вам это Бог. Это никакой роли не играет. Нам всем нужно увидеть, что делается. Игнатия разрушают. Ну покажите, где я разрушение сделал. Изнутри. Изнутри разрушать нечего. Там уже разрушено все. Там ничего нету. Разрушать нечего. Проходной двор туда-сюда. Вы сделайте, чтобы из посторонних никто не приближался, не входил. Как Деяние апостолов написано. 4, кажется, 13. 5-13. 5-13, да. Ну и все на этом. И кончилось. И вы увидите, ничего нету. А почему я туда посылаю людей? Чтобы трудились, созидали. Я могу дать очень хорошие советы патриарху, епископам. С чего начинать? А животворить московскую патриархию, если это еще возможно. А что, готовы принять антихриста? Так это не я говорю, а Алексей Ильич Осипов говорит. Да не только он говорит. У Игнатия Брянщинина нашли это. Русские люди первые примут. И к этому подготовили их духовные вожди. Так, все на этом. Уже время 10 часов. Никита, иди, помоги мне раз слышать. Я тут не слышу.